Многие жители Камрата вышли на памятный митинг с фотографиями родных, участвовавших в войне. Они отметили, что необходимо чтить память солдат погибших в годы войны. Потому что история, потому что память, потому что каждая семья имеет героев в тылу, на передовой. Память, память. Мой отец инвалидом приехал с войны. Так что, как этот память не запомнить? Это надо поддерживать телом и душой, понимаете? Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов отметил, что ему отрадно видеть на митинге много молодёжи. Если мы только забудем о тех людях, которые защищали нас с вами, то наше будущее будет в полной темноте. С видеообращением из Москвы выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул. Гагаузы одни из первых столкнулись с бесчеловечной жестокостью захватчиков и ужасами жизни в оккупации. Гагаузы храбро сражались на фронтах, участвовали в эвакуации заводов и фабрик, ухаживали за раненые и самоотверженно трудились в тылу. Солдаты, павшие в годы войны, боролись за светлое будущее, подчеркнул депутат парламента Александр Суходольский. Вообще, никогда человечество не должно забывать и чтить этот великий подвиг. Около 650 тысяч граждан Молдовы были участниками сражений в годы войны. Это на самом деле очень трагично, и мы должны это не допустить в дальнейшем, и дети должны знать об этом, что это очень плохо, очень трагично. И дети должны чтить память людей, которые отдали свою жизнь, спасая нас и наше будущее. Еще древние историки говорили, историки средневековья, народ, забывший свою историю, перестает существовать на карте мира в памяти поколений. Молодежь пусть учится, потому что их некому учить. Надо чтить, помнить, передавать из поколения в поколение, чтобы помнили, знали многие наши дети, внуки. Важно чтить память и помнить, какой ценой был завоеван мир на этой земле, брать уроки из этого и не повторять ни в коем случае этого. Для того, чтобы дети наши, наши внуки жили под мирным небом. Это наши предки, которые воевали за нас, за нашу родину. И сейчас чтить это для нас как уважение к ним мы проявляем. Мы всегда в такой атмосфере, как сейчас, живем под чистым мирным небом, чтобы это и продолжалось дальше у наших детей, и все было хорошо во всех поколениях всегда. Я думаю, это очень важно чтить и помнить, потому что во избежание повторения истории. В этот же день у мемориала славы была развернута полевая кухня. Сегодня большой знаменательный день для всех жителей не только Гагрузии, но и всей страны, наверное, и всего мира. Да, вы видите, на территории работает и полевая кухня, и фотозоны, и замечательные выступления. Концерт уже традиционно исполком вместе с другими органами власти Гагрузии организовывает это мероприятие. Во время войны это, конечно же, было удовольствие. С таким белым хлебушком, как сейчас, во время войны это не было. Вы сами знаете, что давали маленький черствый черный хлебушек. Спасибо организаторам, потому что действительно это очень приятно. Я тоже первый раз попробовала. Я первый раз на таком мероприятии, где я попробовала полевую кухню. Мне очень понравилось. Я слышу от людей отзывы, что им очень нравится, что это на самом деле память, которую сегодня мы, не стесняясь, можем подойти, угостись и ощутить ту атмосферу, которая была в те годы. Для народа сделали полевую кухню, это очень полезно. Людям сложно стоять весь вечер. Полевая кухня – это очень даже хороший, так сказать, ритуал на День Победы, потому что важно показать, чем мы люди питались во время войны, чтобы они ощутили, посмотрели на эти сооружения. Зинаида Ефремова, Наталья Дзимча, Владислав Табачук, Вячеслав Каса, Мария Казакл, ГРТ Новости.